Продолжение следует... 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 Вообще идея создания биологических моделей, она не нова. Опухолевые клеточные системы известны давно. Опухолевые клеточные линии были открыты еще в середине прошлого века. Первая клеточная линия – это клеточная линия рака шейки матки, клетки ХИЛА. На данный момент используются коммерческие линии. Клеточные линии имеются около 430 клеточных культур. Они используются для валидации таргетной терапии, для исследования механизмов химиочувствительности и резистентности к лекарственным препаратам. Однако у данных клеточных линий у них есть некоторые минусы. Они при своем получении теряют многие свойства исходной опухоли, и они сохраняют лишь некоторые ее из молекулярных особенностей в дистиллированном виде. В то же время как первичные культуры опухолевых клеток, которые недавно выделены из опухоли, они сохраняют морфологию и все молекулярно-генетические особенности первичной опухоли. В экспериментальных работах обнаружено, что клетки первичных культур при трансплантации их бестимусным мышам, они дают начало опухолям, которые по своим гистопатологическим свойствам они повторяют родительские опухоли. И также генетические анализы показывают сродство мутации в исходной опухоли, в первичной культуре и в полученном ксенографте. На основании данных довольно оптимистичных также были опубликованы удачные примеры индивидуального подбора лекарственной терапии на основании данных клеточных тестов для пациентов с немелкоклеточным раком легкого. В данных работах источником опухолевых клеток служил операционный материал, либо плевральная жидкость. Это были краткосрочные культуры, они инкубировались не больше 72 часов, и они были сходны с первичной опухолью по данным тестов. Около 70% полученных образцов давали жизнеспособные опухоли. Очень оптимистичные данные дали повод для того, чтобы воспроизвести их. В нашей работе осуществлялся набор пациентов на протяжении трёх лет. Набирался опухолевый материал от пациентов из трёх центров. Наш медицин-онкология имени Петрова, Санкт-Петербургский клинический центр городской и Первый медицинский институт. Всего в исследовании было набрано 248 пациентов. Характеристику опухолевого материала вы можете увидеть на данном слайде. Всем пациентам, которые входили в данное исследование, был выполнен молекулярно-генетический анализ опухолевого материала. Генетический статус опухолевого материала вы можете видеть здесь. И, в принципе, характеристики опухоли, то есть сочетание различных мутаций, они сходны с тем, что мы имеем в литературных данных. То есть больше всего у нас мутации GFR. Методика получения клеточных культур, она была проста. Изначально она состояла в следующем. Послеоперационный материал – это препарат, который был получен интероперационно. Опухолевый материал доставлялся в лабораторию в транспортной среде, где опухолевые массы были отдельны от нежеспособных структур. В дальнейшем они инкубировались с коллагеназа для диссоциации ткани. После диссоциации ткани опухолевый материал отмывался питательной средой и инкубировался в инкубатрии при указанных условиях. Для определения опухолевого характера полученных клеточных культур мы определяли мутацию в полученных клеточных культурах, характерную для первичной опухоли. Во всех исследовательных клеточных культурах мутация, которая была характерна для первичной исходной материнской опухоли, она определялась только в одной клеточной культуре, только в одном образце. Это была транслокация ЛК. Данная клеточная культура пролиферировала недолго, она была утеряна на втором пассаже. Изначально при планировании данного исследования мы концентрировались на минимальном воздействии на ткани, мы концентрировались больше на механическом и ферментативном методе дезинтеграции ткани, без использования каких-то дополнительных материалов для того, чтобы более полно сохранить первичные свойства опухоли. В дополнение к молекулярно-генетическому анализу полученных клеточных культур, мы также иммуно-стохимически окрашивали полученные материалы на эпителиальные клетки, на эпителиальные маркеры панцетогератин и эпителиальные маркерные антигены. Процент клеток положительных по данным маркерам не превышал 10% в определенных пассажах. Мы решили модифицировать протокол с добавлением фидерных слоев и рок-ингибитора. Фидерные слои – это мышиные бронарные фибробласты, которые обработаны метамицином. Они утрачивают свою пролиферативную активность, и они являются своего рода подложкой для первичных клеток на первых пассажах. А рок-ингибитор – он гибирует рост клеток мезонхимального ростка, собственно говоря, собственных фибробластов. Рост фибробластов зачастую является проблемой при получении и инкубировании клеточных культур. Методика была несколько модифицирована. При нулевом пассаже клетки подсаживались на фидерные слои, и при каждой смене культуральной среды добавлялся рок-ингибитор. В дальнейшем при анализе клеточных культур, полученных на экспрессию эпителиальных маркеров, мы получили то, что представленность эпителиальных клеток в полученных клеточных культурах превышала 90% на четвертом, на пятом пассаже. Соответственно, это росли опухолевые клетки. В дальнейшем для определения маркерной мутации первичной опухоли мы определяли мутации характерной для первичной опухоли методом цифровой капельной ПЦР в первичной опухоли и в полученных клеточных культурных на последующих пассажах. На данных графиках видно, что представленность мутантного аллеля, то есть представленность клеток с мутацией первичной, характерной для первичной опухоли, она уменьшалась от пассажа к пассажу, и в самой длительной культуре она потерялась на шестом пассаже. Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что, возможно, клеточные культуры не всегда отражают свойства первичной опухоли. Их длительный рост, то есть необходимо определенное количество пассажей для того, чтобы у нас был определенный объем клеток для каких-либо клеточных тестов. Ограниченное количество пассажей, какие-то финансовые затраты, планшетки, питательные среды, они ограничивают использование в качестве рутинного теста для определения химии чувствительности. Также под вопросом остается воспроизводимость исследования, так как исследование, если воспроизводить по данным литературных данных, которые имеются, оно требует модификации. В дальнейшем, в качестве альтернативы клеточным культурам, мы обратились к тканевым эксплантам. Тканевые экспланты – это пластинки опухолевой ткани, толщиной они больше 400 микрометров, полученные из первичной опухоли. Согласно данным, при длительной инкубации они сохраняют свойства первичной опухоли, и они могут использоваться для инкубации с цитостатиками. Методика заключалась в следующем. Также послеоперационный материал на вибротоме нарезался на тонкие тканевые слайсы. Тонкие пластинки парами помещались в питательную среду с исследуемыми лекарственными препаратами. В нашем случае это был цисплотин и гифетиниб. После инкубации с лекарственными препаратами в течение 24 часов один из образцов помещался в формалин для дальнейшего гистологического исследования. Другой образец помещался в ренейлейтер для дальнейшего выделения РНК. Таким образом, поиск направился на выбор РНК-маркеров, которые бы селективно увеличивали свою экспрессию при обработке цитостатиками, при обработке цисплотином. Нами были выбраны 24 образца от 7 пациентов, которые в дальнейшем были подвергнуты полноэкзонному транскриптомному секвенированию. Данные образцы были инкубированы с гифетинибом, с исплотином и одна пластинка БЛАС-контроля. На данной карте вы видите, это тепловая карта транскриптомного анализа тканевых пластинок. Здесь вы видите образцы, которые были представлены, которые были исследованы. То есть на данной карте мы увидим экспрессию всех генов в ответ на обработку цитостатиками и лекарственными препаратами. При анализе данной тепловой карты нами были выбраны 4 кандидатных гена, которые увеличивали свою экспрессию при воздействии цисплотином. Для оценки воспроизводимости данных результатов мы отобрали образцы 21 пациентов, где уровень экспрессии данных кандидатных генов также был оценен методом ПЦР real-time после воздействия цисплотином и гифетиниба. И по данным, по нашим результатам мы получили статистически значимое увеличение экспрессии всех кандидатных генов в ответ на инкубацию с цисплотином, но гифетинибом. Это говорит о том, что клетки в тканевых пластинках повторяют механизм работы, реагируют в точности с механизмом работы цитостатиков, то есть активируется система репарации ДНК. В то же время мы не нашли значимой разницы в экспрессии кандидатных генов при воздействии гифетиниба в GFR-мутантных и в GFR-немутантных образцах. При промежуточном анализе подлученных данных пришли к выводу, что первичные клеточные культуры, по-видимому, не представляются адекватной моделью для скрининга химии чувствительности опухоли, подбора персонализированной терапии. В то же время как опухолевые клетки внутри тканевых эксплантов, они сохраняют жизнеспособность при инкубации с лекарственными препаратами, и они реагируют на воздействие химиопрепарата в клеточной среде в соответствии с его механизмом действия, то есть репарация ДНК. Что позволит использовать экспланты как оптимальную биологическую модель тестирования индивидуальной чувствительности к противопухолевым препаратам. Как перспектива данной работы, в дальнейшем планируется расширить поиск генов, которые дифференциально экспрессируются в ответ на воздействие гифетиниба в GFR-мутантных и GFR-немутантных образцах тканевых эксплантов и определение маркеров генов чувствительности в данных образцах. Также возможна разработка создания тканевых пластинок из трепанобиоптатов опухоли. То есть это может быть полезно при планировании терапии у пациентов перед неодиевантной терапией в момент верификации опухоли, когда мы можем получить материал для верификации. Параллельно материал опухолевой трепанобиоптат может пойти в процессинг для определения химиочувствительности данной опухоли. Также одной из перспектив является создание аналогичных технологий оптимизации химиотерапии при других солидных опухолях, например, при раке желудка. Мне кажется, я уложилась. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...